Никак не могу отказаться от сладкого. Это у нас заложено генетически. Как избавиться от этой привычки? Нами будут каким-то образом пытаться управлять. Человек всегда искал что-то сладкое. Есть такие люди-сладкоежки, и они, как правило, в числе первых оказываются в рядах людей с лишним весом. И сегодня мы как раз и поднимаем эту тему в зависимости от сладкого. И нам помогает во всем разобраться Юлия Антонова, нутрициолог и специалист по правильному питанию. Юлия, такой вопрос. Часто ли обращаются люди и говорят, я никак не могу отказаться от сладкого, и как мне теперь снижать свой вес? Ну вообще тяга к сладкому, это у нас заложено генетически. То есть если мы возьмем антропологию, то есть это наука о том, как человек развивался, то человек всегда искал что-то сладкое. Он искал их во фруктах сладость, он искал это в меде. И вот прямо из поколения, то, что нам передается, мы действительно всегда будем искать какой-то сладкий вкус. Первая причина, почему человек тянет на сладкое, это нехватка белка. Если в рационе достаточно белка, то тяга к сладкому, она меньше. Но все равно мы в той или иной степени будем искать вот эту вот, какую-то сладость. Можно ли такому человеку снизить вес? Конечно, можно. То есть если мы выстроим определенным образом питание, если мы научимся вот какие-то сладкие моменты заменять более полезными. Кто считает себя сладкоежками, говорят, что они не наедаются, если в конце обеда, в конце трапезы они не съели что-то сладкое. Они как будто бы и не ели вообще. Как избавиться от этой привычки? И вообще можно ли хоть чуть-чуть сладкого съесть после обеда? Ну, завершать трапезу чем-то сладким – это больше привычка, причем психологическая привычка. И если у человека есть прям такая потребность, то кусочек горького шоколада, одну или две дольки вполне можно съесть. Мармелад без сахара, его тоже можно съесть. Это такая, в принципе, нормальная сладость. Но не гору мармелада и не гору зефира, нужно понимать. Сейчас в широком ассортименте представлены так называемые ПП-конфеты. Они в разделах правильного питания, и они без участия вот такого живого сахара сделаны. Насколько они могут заменить сахар, насколько они могут, так сказать, снизить риск появления лишних килограммов? Полезные и неполезные конфеты, ПП-сладости. На что я рекомендовала обращать внимание? Если мы говорим про батончики, то чтобы там был белок, минимум 10 грамм в батончике, то есть если там меньше белка, скорее всего, ну, просто можем назвать конфеткой это, сладкой. Но очень часто сейчас делают какие-то домашние конфетки или где-то продается в кафешках вот такие же конфетки. Часто они из кураги, они из фиников, из чернослива. Это калорийность большая, это высокая концентрация в них сахара. То есть мы съедаем, это не сахар в чистом виде, это как бы сухофрукт, ну, как бы полезно, да. Но на самом деле у нас идет скачок сахара в крови, мы это не видим, но нужно понимать, что это происходит. Если вот возвращаться опять к антропологии, да, почему торты, какие-то пирожные делают их цветными? Они привлекают внимание наше, да. Ну, здесь даже, наверное, дело в цвете больше, потому что там исторический человек, он понимал, что во фруктах есть сладость. И фрукты, а фрукты, они все цветные. И вот это на подсознательном уровне, это действительно нас будет тянуть больше не просто на какую-то печеньку безликую, а на какую-то красивую пироженку, нам будет ее хотеться больше, потому что там есть цвет, и у нас такое восприятие, это фрукт, и там есть сладость. То есть если мы думаем, что люди, которые разработали изначально вот все маркетинг, опять же мы про маркетинг, да, все вот эти вот... Леденцы, да. Леденцы, да, и пирожное, что они об этом не знают, они знают. И человек очень, очень изучен со всех сторон. И действительно, вот кондитер, который печет дома, он это, скорее всего, не знает. Но если мы говорим про большой маркетинг, про мировой, то это все известно, поэтому нами будут каким-то образом пытаться управлять. Но если мы это понимаем, да, как это все работает, то мы можем в каком-то случае сказать, а я знаю, вы хотите меня там просто, чтобы я съела этот сладкий, какую-то штучку, а я не буду ее покупать. В сахаре я кардинально вредного ничего не вижу. В ограниченном его количестве. Просто если человеку сказать, сахар можно, он понимает, что его можно много. Но если кофе и маленький кусочек сахара, и это за день единственный сахар, то вполне может быть. Вечером я не рекомендовала бы есть сладости. Вот. А днем, утром, ну, если есть в этом потребность, вот прям не может человек без этого. Ну, пусть немножко съест. Ну, и что я хочу сказать. Идеальный вес и правильное пищевое поведение все-таки начинается с получения правильной информации. Когда мы знаем, что откуда берется и что во что преображается, тогда нам проще все это организовать именно в своей жизни. С нами была нутрициолог, специалист по правильному питанию Юлия Антонова. Спасибо большое, Юля, и до встречи.